Поприветствуем первого докладчика Сергей. Всем привет. Меня зовут Сергей. На самом деле Руслан уже рассказал весь мой доклад. То есть самое главное было это то, что есть OpenRender. Я вам сейчас про него немножко расскажу, потом вы приходите на GFuture и узнаете о нам больше. Там практическое применение, воркшопы и все такое. Да, отлично, видно все. Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Быканщиком», где кругом одни художники, ну и как-то стыдно. Я решил немножко графику подучить. Нашел такой фреймворк как OpenRender, подучил его. Потом оказалось, что они еще приедут к нам сюда, здесь в Минск. В общем, все классно складывается. На докладах по обку я обычно рассказываю о нецелевом использовании Kotlin. Собственно, сегодня то же самое будет. Обычно я готовил слайды, но сегодня не было времени, поэтому даже слайдов нет. Мы просто слайды посмотрим в коде сразу. Ну и этот код, он весь будет написан на OpenRender. Что это вообще такое? В 2010 году в Гаге, в Нидерландах, город такой, был какой-то университет, и они начали писать фреймворк Render. Они изначально хотели его сделать закрытым внутри себя для университета и делать на нем всякие презентации, какие-то визуализации, может, для данных. Потом они подумали, что делать такой in-house фреймворк – это не очень хорошо. Думали они так 8 лет, по-моему, буквально до 2017-2016, и решили его открыть. Начинали они его писать на Java, потом вышел Kotlin, они подумали, что Kotlin – это хорошо. Переписали его на Kotlin за один год, все, что было. И вот теперь у нас есть OpenRender. Сами они его позиционируют как фреймворк для креативного кодирования. Creative Coding. Что такое креативное кодирование? На сайте они у себя приводят в качестве примера аналоги, такие как, например, Processing, Touchworks и прочие какие-то фреймворки. Я с Processing не работал, я просто слышал, что это где-то рядом с Ардуино, что-то там рисовать какие-то графики. Они говорят, что Processing более матурый, хороший, и если вы новичок, то, возможно, Processing – это то, что вы хотите попробовать. А OpenRender, он такой посложнее, но мне он показался тоже довольно простым и сырым. Ну, ладно, не будем много говорить, давайте посмотрим вообще, как он выглядит. Вообще все проекты на OpenRender, они пишутся с использованием Gradle, то есть с них официальная билла система – это Gradle. Посмотрим, как его подключать. Вам видно? Шрифт хороший. У них есть свой репозиторий, там лежат в библиотеке, то есть обычный Kotlin проект, обычные dependency. Для того, чтобы OpenRender работал, нужно как минимум подключить его к Core, и есть набор расширений. Они поддерживают, придерживаются модульной архитектуры, то есть любая функциональность, которая вам нужна, она может быть вынесена в отдельный модуль. Например, если вы хотите работать с видео, вам понадобится модуль для FFMPEG, для анимации есть свой модуль, ну, в общем-то, для всего. Это что касается compile-тайм-замесистей, то, что в вашем коде прямо будет в виде классов. Для его работы непосредственно, ну, скажем так, чтобы вы могли запустить, на рантайме вам понадобятся зависимости на LVGL библиотеку и нативные привязки. Под каждую операционную систему они свои. Видим здесь три штуки. Да, так можно делать, то есть они сделали такую фишку, что вы можете в один ваш, как бы, пакет, в одну жарку запаковать все три рантайма, ну, и будет выбираться на рантайме, соответственно, нужный вам, и все будет работать. И это, в принципе, достаточно. Дальше вы начинаете писать обычный Kotlin-код, он использует LVGL, под ним там OpenGL, создаете окна, рисуете на них, ну, вы все это увидите через пару минут. Ну, и дальше там я просто создаю таски, которые выполняют мои классы. Классы это обычный код. Давайте посмотрим, например, на первый. Сейчас я выйду из этого режима. Да, если есть вопросы, можно сразу спрашивать. Запускаем простые демо, посмотрим, как работает, работает ли вообще. Да, ну, вот, можно рисовать треугольник. Давайте посмотрим, как это делается. Это… да-да-да. Я хотел, но не хватило навыков. Я художник так себе. Да, это была самая простейшая программа. Выглядит она… Ну, вот так вот. То есть, что вам нужно, чтобы написать прилагу на OpenRender? Вам нужно создать окно, и вам в это окно нужно рисовать. Каждое окно является, по сути, буфером для вывода. DrawBuffer. Он, как бы, неявный есть для окна, который видимый. Можно создавать в памяти, если вы хотите рендерить в памяти какие-то преобразования, там делать или, может быть, там, сохраняется файлы. То есть, любая прилага накопления, она начинается с моей функции. Есть DSL, application, в которой вы передаете, собственно, ваш код по отрисовке, и какую-то конфигурацию. В конфигурации можно задать размер окна, отсутствие и наличие курсора, что там еще фуллскрин или не фуллскрин, изменять режим, видеорежим, я имею в виду монитора или не изменять. Ну, во всех примерах я почти буду использовать, не изменять видеорежим, то есть, вице-хейт по дефолту минус один и там убрать курсор. Так как это котлин, то есть, ну, никакой магии нет, вы просто кликаете на configuration, видеться это DSL, видите, какие там есть property. Можно title, например, окно задать, можно там, не знаю, показывать его до полной отрисовки или нет. То есть, все это не какая-то магия. Как я уже говорил, для отрисовки чего-либо нужно передать программу. Программа в Kotlin рендере состоит из функций, по сути, ну, таких, там, а есть life cycle, то есть, вначале приложение инициализируется через функцию setup, мы увидим позже, потом вызывается функция draw, она вызывается, собственно, на каждый кадр. И внутри вы пишете, что вы хотите сделать. Ну, чтобы нарисовать треугольник, нам нужно залить все каким-то черным цветом, задать какие-то там настройки заполнения, настройки обводки, указать там свойства для соединения линий, ну, то есть, любой человек, который работал там с эскейпом, с фотошопом, он, наверное, понимает, о чем тут речь идет. И потом использовать специальный DSL для нарисования линий, то есть, там есть обычные функции типа муфту, лайнту и все. То есть, выглядит очень просто. Здесь, представь, математика, учитываться не надо, я там просто, ну, координаты вычисляю, чтобы оно более-менее было по центру. Ну, то есть, делю там на два длину и высоту ширину экрана. Ну, вот так выглядит простейшее приложение. Ну, если вы думаете, что все придется рисовать через какие-то примитивы, типа линии, то нет, потому что в Kotlin рендере, в Open Render, точнее, там есть набор примитивов. Например, можно рисовать круги. Более такой сложный пример. Давайте посмотрим, как выглядит код в этом случае. Он выглядит еще проще. Есть DSL, 40, вы передаете на центр, радиус, заливку и все, у вас есть круг. Можно точно так же рисовать прямоугольники и, собственно, линии. Но линии мы видели в предыдущем, в предыдущем примере. Можно выводить текст. Давайте выведем, например, кук-10 по диагонали. Ну, вот как-то так. То есть, так как у вас Kotlin, вы можете использовать циклы, вы можете использовать какие-то там, ну, вычисления. Все это привычно. Чтобы вывести какой-то текст, вам понадобится шрифт. В Open Render существует два типа шрифтов, векторное и графическое, ну, расторное. То есть, все как в жизни. Загружать можно ресурсы, используя обычные Java или Kotlin API через GetResource, там, stream или там, я не знаю, URL из него можно получить. То есть, используется обычный Java API, никаких, ну, скажем так, проблем нет. Последний параметр при загрузке шрифта — это как бы размер его. Его можно задавать либо в пикселях, либо в каких-то там относительных величинах. Например, если вы хотите вывести 5 срок текста полностью на экран, вы просто делите высоту экрана на 5. Получается как бы вычисленную высоту. Загрузили шрифт, его можно использовать. Так, секундочку. Опять же, то есть, залили все черным. Потом у нас есть цикл, мы хотим 5 срок нарисовать. Два последних параметра — это смещение. Смещение они тоже вычисляются. То есть, ну, я хочу по диагонали нарисовать, там, делю просто экран в нужных мне пропорциях. И использую специальный DSL-текст. У дровера есть дровер, это вообще та штука, которая вот, ну, как бы, ссылка на буфер, который вы используете для рисования. У него есть много DSL, как вы видели, для фигурок, для текста, там, для шейдеров у него есть, для интеракции там с мышками. То есть, это та штука, через которую все взаимодействие происходит. Так вот, у него есть два режима рисования текста. Первый — это здесь продемонстрирован через текст. Вы просто указываете текст и координаты, где их вывести. Второй режим, он более похож на… ну, в инкскейпе что-то похожее. Вы можете сделать область какую-то, внутренне ее поставить курсор, когда виртуальный, и, как словно, печатать. Делать переходы на новые линии, если что-то не помещается, там, либо обрезать этот текст, либо ставить стройточие. То есть, такой режим, как в графических редакторах. Ну, он, возможно, нужен при более сложных случаях, когда нужно как-то там отцентрировать, еще что-то сделать. У нас можно все вычислить. Здесь же на этом слайде уже есть первый минус OpenRender, но о нем чуть-чуть попозже. Просто обратите внимание вот на эту сумму DoubleLambda. Мы скоро к этому придем. Вообще, разработчики OpenRender, они не очень заморачивались с функциональностью. Там API очень простой. Читается документация буквально за несколько часов. Они вообще все… Что-то там не скомпилилась. Они вообще сказали, что у нас все будет делаться через шейдер, поэтому… Скопируем. Сейчас посмотрим. Поэтому вообще любой вывод графики там происходит через шейдер. Что тут могло не так пойти? Давайте посмотрим код, а потом попробуем запуститься. Тоже загружаю шрифт, тоже рисую тот же самый текст в таком же порядке. Но при этом добавляю стиль. Вообще, написание шейдеров в OpenRender для написания используется язык JLSL. Знакомый, наверное, тем, кто когда-либо пробовал работать с OpenGL. Но это не чистый JLSL. Они его оборачивают в template. То есть вы вставляете там только кусок кода, который в main будет. Все вязка вокруг него. То есть входные параметры, выходные параметры. Она есть уже в template. И вам вот в этом кусочке, который пишите непосредственно вы, доступны некоторые переменные. Там xfill, row, какие-то параметры, которые передают пользователь. Либо индекс элемента, если вы используете вывод нескольких элементов. Ну, соответственно, вот здесь есть, к примеру, я передаю два юзер-параметра. Это время текущее, которое прошло с момента старта программы. И ряд, который я отрисовываю. У меня пять рядов. И потом я использую эти значения в непосредственно формуле. Формула я там просто что-то делал наугад. Пробовала, чтобы прикольно было. А сейчас посмотрим, почему же оно не срабатывает. Давайте глянем. Ага, то есть я подрубился, получается, к проектору. И что-то у меня не поделился на два ширина и высота. Давайте просто попробуем поменять. Ну да. Прикольно. Надо будет за репортать им баг. И это еще один минус open-render. Но о минусах мы поговорим очень скоро. Под самый конец. Ну вот, да. То есть видим, что кое-как запустилось. Тот же текст, но поверх него наложен динамический шейдер, который в зависимости от времени. Там есть функция перехода. Функция перехода — это такая функция, которая резко меняет свое значение с одного на другое. Ну и вот эта функция можно сделать как бы такое вот окошко, которое двигается по тексту. И потом я перемножаю прозрачность каждого пикселя на вот эту как бы волну. Там, где значение, собственно, единицы, там выводится полный текст в полную яркость. А там, где оно типа маленькое, там видится такая тень. Ну вообще в оригинале оно было типа на полный скрин, но вот тут тоже есть какие-то, видимо, проблемы с поддержкой нескольких экранов. Собственно, вот так пишется шейдер. Все очень просто. У меня, кстати, на ноутбуке оно в полный скрин. Ну, то есть вот так это работает. Идея выпала. Да, действительно, идея развалилась. Ну еще мы запустим новое. Вот это? Это Руслан рисовал. А не беда, мы из консоли сделаем. А нет, знаешь, запустилось. Ну, китайский ноутбук. На практике просто видна стабильность всего этого. Осталось, на самом деле, немного. Там буквально пару примеров еще. Прикольный пример — работа с камерой. То есть, как я уже говорил, поддерживаются несколько типов различных буферов. Вы можете использовать буферы в памяти, можете как бы использовать экран в качестве буфера для вывода. И, среди прочего, если вы подключаете вот этот вот OpenRender FFMPEG, вы можете снимать картинку с камеры. То есть использовать какой-то выходной девайс для картинки. Давайте посмотрим, заработает или нет. О, прикольно. То есть, видите, работает. Здесь вывод с камеры, с моей веб-камеры, плюс тоже шейдер, который как бы эмулирует прибор ночного видения. Сейчас посмотрим, как это в коде все сделать. Как видите, кода не очень много, то есть буквально полтора десятка строк делают довольно крутые вещи. Чтобы работать с камерой, вы используете стандартный, ну, там, классный стандартный FFMPEG видеоплеер, получаете его из дефолтового девайса, указываете ширину и высоту картинки, которую вы хотите на выходе получать. Там получение будет какая-то девайса зависимая, но можно перематить ее как бы в координаты вашего окна. Стартуете плеер, и он начинает капчивать картинку. Затем вы, это все функции, кстати, сетап происходит, то есть потому что один раз за все приложение вам нужно это сделать, завести жизненный цикл. Далее функции дро, у вас есть как бы ссылка на этот видеоплеер. Метод next получают, как бы загружают в буфер набор пикселей от следующей картинки. И потом вы, используя API Draw, выводите его в буфер, который вам необходим. Наш буфер это, ну, дровер, то есть экран обычный. Перед этим можно применить какой-нибудь шейдер. Например, ну, у вас будет ссылка на этот код, вы сможете сами рискнуть и попробовать. Можно применить там night vision, шейдер какой-нибудь там сепия. Я вот в интернете просто нашел, вставил, работает. Там просто манипуляция с весами цветов. То есть там зеленому цвету больше дается, красному меньше. Полтора десятка строк, вы можете работать с камерой. Это, мне кажется, прикольно. Вот те, у кого нету камеры, проверьте, пожалуйста. И шью в репозитории скиньте. Хороший вопрос. Так, работа с мышкой. Ну, конечно, то есть приморк для креативного кодирования, он поддерживает какие-то там интеракции. То есть можно работать с клавиатурой, можно работать с мышкой. Я говорю, это как бы де-факто такая штука. Так, опять проблемы с экраном. Давайте. Ну да, наверное, так. Ты еще, 80? Не помогло на этот раз, да? Но зато идея не упала. Да, не, сколько мы в прошлый раз сделали? Тысяча. Меня никогда это разрешение не подводило. Ну да, я слишком поздно родился. Вообще, я когда начинал читать документацию к этому фреймворку, там они сказали, что необходимо версию OpenGLIA. А, вот, кстати, работает. У меня опять на полный экран, здесь не на полный. То есть выводим текст, я тут двигаю мышкой, вы там видите курсор. И, ну, типа, подсветка фонариком такая. Это тоже через шейдер делается, там довольно просто. Вычисляю расстояние и, ну, опять же, умножаю это расстояние на альфа-канал. Посмотрим, сейчас идею упадет или нет? Нет. А, нет. Не упала. Ой, даже знаете, икс и по-моему рестартанули. Ну, так вот, я когда читал вообще, ну, начинал смотреть документацию под этой штуки, они сказали, что там OpenGLI нужно какой-то версии типа там 3,3 там или что-то типа такого. У меня интегрированная вообще графика. Ну, я типа не геймер и вообще с графикой, это, пожалуй, мой первый опыт был в жизни. Я, в общем, ну, там поставил какие-то дрова, поломал полностью систему, переставил, а потом оказалось, что он все равно работает даже с интегрированной карточкой. Вот сейчас я никаких манипуляций не произвожу, все работает. Может, поэтому у меня падает идея или еще что-то не так. Ну, там, 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 там. Ну, и последний пример. Это работа с картинками. То есть вы можете загрузить какую-нибудь картинку в внеэкранный буфер и потом вывести его. И так можно делать для GPG-шек, PNG-шек и SVG-шек. Я хотел вообще сделать SVG-шек, у меня даже была заготовлена одна, но он не поддерживает сложные SVG-шки. То есть у меня там были градиенты, были фильтры и, в общем, ну, не получилось. Поэтому я рендернул это все в PNG-шку и надеюсь, что выведется. И здесь же в этом примере еще работа с клавиатурой. Она похожа на работу с мышкой. Есть объект, у которого есть стрим-эвентов. Как у мышки это координаты, у клавиатуры это, ну, как бы нажатие и отпуске клавиш. То есть вот так можно вывести картинку, вот так можно работать с клавиатурой. Вообще, если вас заинтересовала эта тема, хотя я сделал очень плохую рекламу этому всему, приходите на эту конференцию, который, как говорил Руслан, 13 октября будет. Приедут ребята создатели этого фриморка из Гаги. У них будет воркшоп за день, по-моему, до этого. И доклад. Доклад будет намного лучше, чем мой, серьезно. Если интересно, вот эта ссылка, промокод, кук, по нему сколько там, 10, да? 10 процентов или 5? 10, да. Вот как-то так, такой фриморк получился. Если вы думаете, что я, типа, ну, выскочил там за 5 минут рассказал очень мало, то я рассказал, наверное, процентов 90 того, что там есть. Из того, что я не рассказал, там есть анимации, которые тоже работают. И, ну, и, наверное, все. То есть, да, анимация я не стал затрагивать, потому что рисовать какой-то мячик. Это, ну, убожество. Я лучше покажу там работу с курсором. Фриморк очень простой, повторюсь. То есть все эти примеры, они там максимум 50 строк. Вместе с простотой приходит какая-какая ограниченность. То есть вы не можете сделать какие-то сложные вещи. Вы заметили, что я не показывал никакого 3D. Не потому что я не умею, а потому что у них, как бы, официально пока нет никакого API для работы с 3D. Вы можете сделать трансформации, но трансформируется вы, по сути, ну, то есть как-то там нельзя загрузить. Если стояли модель, например, и нарисовать ее, вы можете просто нарисовать треугольники, там как-то затрансформировать их и сделать PSFD 3D. У них большие планы на будущее, они как бы собираются все это добавить, но не сейчас. Сейчас версия 034, и вы видели, как она работает. Второй еще недостаток, который вот мне не понравился, это то, что API, несмотря на то, что они как бы обещают человеческие API-копы джелю, типа там объектный, типизированный, все дела, местами он, ну, просто ужасен, там, например, ресурсы берутся по URL, но передается строка. Если у вас, например, все запаковано в джарку, джар протокол не поддерживается, класс пас протокол не поддерживается, но при этом предоставится возможность просто стрим подпихнуть туда, они не дали. То же самое вот с текстом, я говорил вам запомнить, когда вы используете тот второй API для работы с текстом, когда вы выводите его в бокс, у вас есть функция для вычисления ширины текста. Это очень полезная функция, чтобы отцентрировать его. Когда вы просто выводите текст, у вас внезапно этой функции нет. Но если вы идете в, ну, как бы в тот второй API, видите определение функции для вычисления ширины, и оно очень простое, там просто пробегаются по всем буквам и суммируют ширину. То есть оно неконсистентно. В одном случае у вас есть возможность что-то вычислить, в другом нет. В одном случае вы передаете URL для загрузки ресурсов, в другом случае строку. И таких примеров на самом деле масса, но фреймворк молодой, то есть официально они про него где-то, наверное, начали пиариться, там кидать ссылки в твиттер где-то с весны. В Минске, по-моему, у них даже второе будет выступление такое вот крупное. То есть до этого они еще нигде его не пиарились. Так что вот основная цель была рассказать вам о том, что такой фреймворк есть тонкую, как работает. Вы можете попробовать, ссылку вам скинут потом в докладе. А за большим количеством инфы и за более веселой презентации переходите на G-Future. Вот, спасибо. Вопросов не будет, наверное, да? Да, ссылку на репозиторий дадим вам, можете позапускать, поиграться. Это правильный подход, кстати. Ну окей, если нет вопросов, тогда у нас минут 10 перерыв. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok